Приветствую вас, про паническую атаку вам уже рассказали мои коллеги, не думаю, что имеет смысл об этом говорить еще раз, хочется сказать вам немножко другое. Что это было со мной в самом начале песни? Вы, это было проявление вашего страха темноты и, как правило, страх темноты это всегда страх неопределенности. То есть, вы боитесь всего неопределенного, всего того, что, например, так или иначе, скажем так, выходит из-под вашего контроля. Скорее всего, именно так, страх неопределенности. И, соответственно, если у вас действительно есть этот страх неопределенности, то можно говорить о том, что неопределенность вас пугает. Если вас пугает неопределенность, значит дело все именно в ней, но не только в ней, а в том, что за ней стоит. За неопределенностью стоит, как правило, то, что вам нужно будет менять свою модель поведения. За неопределенностью, как правило, стоит то, что вам придется вообще в своей жизни что-то менять, например, ну или в своем поведении что-то менять. А вы не уверены, скорее всего, в том, что вы что-то поменяете в своей жизни, что это даст вам тот результат, который вы хотите. То есть я имею в виду результат, это вот, как бы, ну, итоги, итоги вашей деятельности, итоги вашей деятельности, которые вы должны будете осуществить под влиянием, так сказать, значит, тех вот событий, которые на вас давят, тех событий, которые оказывают на вас давление. То есть, ну, в корне страха лежит неуверенность в себе и не желание менять свою модель поведения. И здесь мне бы хотелось только, чтобы вы постарались задать себе вопрос о том, в чем вы в себе не уверены. И подумать на эту тему. Также необходимо разбираться, когда и почему вы начали бояться темноты. какой нереализованный эмоциональный заряд у вас остался и не прозитый, не пережитый, не пережитый до конца эмоциональный заряд у вас остался, который, который вот сейчас приводит к тому, что вы испытываете подобные проблемы. С этим нужно разбираться, анализировать вашу жизнь, в частности детские воспоминания, как вам сказал мой коллега. И это во-первых. А во-вторых, я рекомендую вам несколько способов, несколько средств психологических, которые помогут вам справляться с этим страхом. Чтобы даже не справляться, а просто учиться с ним жить. Потому что сам по себе страх это естественная нормальная реакция, реакция организма нормальная. Но у вас она явно в гипертрансированной форме. И вот немножечко нужно привести эту форму в вид, так скажем, более адекватный. Значит, первое, когда вам, когда вы оказываетесь в темноте, спрашивайте себя, чего конкретно я боюсь. Просто задавайте себе этот вопрос, чего конкретно я боюсь. Что за этим страхом в темноте? Что именно меня пугает? Что именно выставляет меня бояться? Ну, чтобы вы постарались на этот вопрос ответить себе. Хотя бы себе. Далее. Если на этот вопрос будет дан ответ, то постарайтесь задать себе другой вопрос. Случилось ли то, чего я боюсь? Или еще нет? И, наконец, далее. Если это все-таки произойдет, то так ли это будет для меня страшно? Так ли это будет для меня ужасно? Вот, постарайтесь об этом тоже подумать. На мой взгляд, это важно. Очень важно. Далее. Следующий момент. Чтобы учиться владеть собой в состоянии страха, нужно погружать себя в эти ситуации, которых вы боитесь, например. нет. Но погружать себя, во-первых, не сильно. То есть, вот, допустим. Желательно отслеживать тот уровень света, которого вы начинаете испытывать страх. То есть, вот, допустим, полумрака, скажем. Вы боитесь полумрака? Какое освещение? Какое освещение, какой уровень освещения вас больше всего пугает? Вот тут вот нужно подумать. Ответить себе на этот вопрос. Какой уровень освещения вас пугает, и когда вы начинаете чувствовать себя дискомфортно. И когда вы почувствовали, что вам не по себе, вы еще не боитесь как такового страха в тишине. Просто вы ощущаете дискомфортно. Вот, когда вы ощущаете дискомфорт, старайтесь в этом состоянии остаться. Не выходите из него. Просто договоритесь себе, что я в любой момент могу выйти. Я в любой момент могу с этим состоянием совладать. Да? Вот. И таким образом вы будете привыкать к тому, что вы находитесь в определенном, новом для вас эмоциональном состоянии. И если оно не будет достаточно ярким, если оно не будет достаточно сильным, то вы сможете к нему адаптироваться. И адаптировавшись к нему, у вас будет, я думаю, постепенно вырабатываться иммунитет к страху. Когда вы поймете, что ничего страшного в этом нет. Можно постараться себя дополнительно заминцелировать, дополнительно привязать себя к этому состоянию. Для этого при погружении себя в некомфортную позицию, попробуйте включить музыку, которая вас, например, успокаивает. Попробуйте, например, организовать источник запахов, которые вам нравятся. И так далее. Может быть, что-то еще позвольте себе делать такое, что вызывает у вас чувство удовольствия. Как вы будете закреплять позитивные аспекты данного состояния. И это поможет вам от него избавляться постепенно, конечно же, постепенно. Это позволит вам не находиться во власти этого самого состояния. Вот. И, соответственно, вас перестанут беспокоить приступы страха, ну или фанические атаки. В идеале, конечно, хорошо было бы, чтобы данные упражнения вы совмещали с работой психоаналитической и попыткой понять, что стоит за этим страхом, что стоит за пределом этого страха. Конечно, если у вас есть на это желание, время и средства. Я думаю, что любой специалист на нашем ресурсе готов будет предложить вам свою помощь. Ну, в том числе и я. Так что, если у вас возникнет желание, то выбирайте, обращайтесь, будем рады вам помочь. И не забывайте про упражнения, которые вам помогут. То есть, ну, если понимаете, что не делает, да? Да, если зависит от каких-то внешних факторов. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.